МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Вот о чём мы расскажем вам сегодня. Герои нашего времени, памятные звёзды полицейским Наукограда. И в 63 он на лыжне. Битчанин представляет Россию на чемпионате мира в Австрии. 15 заложников на предприятии Бийска сегодня прошли краевые мучения. И об этом в начале выпуска. Административное здание нефтебазы захватили террористы. В заложниках оказались 15 человек. По такой легенде, сегодня в Бийске прошли масштабные антитеррористические учения. О спецоперации Евгений Плохотин. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в первой половине дня. Бийскую нефтебазу захватили два вооружённых террориста и выдвигают свои требования. В заложниках у них 15 сотрудников предприятия. По тревоге были подняты более 300 человек личного состава полиции. Кроме того, на месте дежурили сотрудники спецслужб города, пожарные и медики. Сразу определяйте, кто пойдёт водителя контролировать. Полицейские выставили оцепление. Посторонних на территорию не впускали. Неподалёку от захваченного помещения был обнаружен автомобиль. Оказалось, что именно на нём прибыли террористы. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и вышли на контакт с захватчиками. Переговоры прошли успешно. Штурмовать здание не пришлось. Отправьте, отправьте заложников к нам. До встречи. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Нет, всё, вот, встать. Операция завершилась. Операция завершилась. Заложники освобождены, террористы задержаны. По итогам краевых учений правоохранительные органы получили удовлетворительную оценку. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Бийская». Новости ОТН. Полицейские задержали мошенника. Дело было во втором часу ночи в цветочном магазине «Бийска». Молодой человек приобрёл дорогостоящий букет и отдал за него пятитысячную купюру банка приколов. Он рассчитывал на невнимательность продавцам и сработало. И несмотря на то, что на полях купюры имелась надпись «Не является платёжным средством», книжную закладку продавец не распознала. Таким образом, из цветочного киоска парень ушёл с букетом цветов стоимостью около полутора тысяч рублей и сдачей более трёх тысяч. Поддельную купюру заметил владелец киоска, которому продавец отдавал выручку. О данном факте сразу же сообщили в правоохранительные органы. И уже через пару дней сотрудники уголовного розыска отдела полиции задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний бийчанин. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Надеясь на смягчение наказания, задержанный молодой человек написал явку с повинной. История полицейских, которые спасли из огня бийскую семью, вошла в общероссийскую летопись героев нашего времени. Сегодня на дома, где проживают Олег Горжин и Денис Дробышев, представители молодой гвардии «Единой России» установили именные памятные звезды. Олег Горжин и Денис Дробышев свой поступок героическим не считают. Говорят, действовали скорее интуитивно. Времени на размышления в тот момент не было. Патрулируя район за речью, они увидели горящий частный дом. Крыша здания могла рухнуть в любой момент. Полицейские незамедлительно бросились спасать людей. Из огня вытащили двух мужчин, женщину и пятилетнего ребенка. Эта история стала известна Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». В России она реализует патриотический проект «Герои нашего времени». Сегодня в БИСК приехали координаторы организации по Сибирскому округу Артем Демин и лидер алтайских молодогвардейцев Евгений Шадринцев. На федеральном уровне создан сайт героевремени.ру, на котором уже более тысячи геройских поступков со всей России запечатлены. Цель проекта очень простая. Это популяризация геройских поступков в бытовой среде. Герои-то, вот они, они среди нас. А самое главное, что сами-то герои считают это нормой жизни. Считают, что на их месте каждый поступил так же. Вот это, пожалуй, самое важное. Сегодня домобийских героев отмечены памятными звездами. Как признались наши полицейские, такой знак ко многому обязывает. Безусловно, это приятно. Но я думаю, что и в будущем так же будем поступать и проходить мимо. Помогать будем всем, кто нуждается в нашей помощи. Денис, а вот близкие, понятно, вы уже рассказали их впечатления, эмоции. А вот соседи, наверное, еще не знают, что такой геройский поступок совершен. Да нет, не знают, наверное, удивятся сегодня. Немало удивятся и соседи второго героя Олега Горжина. Эта история была не так давно, в ноябре прошлого года, поэтому мы посчитали начать проект именно в нашем регионе с этой истории. Собственно, это первая табличка. Узнать, кто они, герои нашего времени, можно на официальном сайте проекта. Там размещены истории людей, которые каждый день совершают подвиги, бескорыстно жертвуют собой. Среди них врачи, учителя, инженеры, волонтеры, спасатели. Там же можно проголосовать за самую впечатляющую историю. В скором времени молодая гвардия выпустит книгу героев нашего времени. В нее войдут поступки жителей всех регионов страны. Именно наших полицейских туда также будут внесены. Трудовые пенсии увеличиваются. С 1 февраля прибавку получат более 70 тысяч пенсионеров Бийска и Бийского района. В среднем она составит 631 рубль 57 копеек. Повысятся также пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Индексация будет проведена с учетом прошлогодней инфляции, то есть на 6,5%. Так как с 1 января 2010 года весь размер пенсии – это страховая часть, то, соответственно, индексации подлежит весь размер пенсии. Например, если до 1 февраля 2014 года размер вашей пенсии составлял 8 тысяч, то с учетом индексации на 6,5% размер пенсии составит 8520 рублей. Надо отметить, что социальные пенсии индексации с 1 февраля не подлежат. Их индексация ожидается с апреля текущего года. Также с 1 апреля трудовые и социальные пенсии увеличатся еще раз. Они будут проиндексированы на 5%. Таким образом, минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума. В противном случае человек получит социальную доплату. Сегодня весь край голосует за символы года культуры на Алтае. Это очень непростой выбор. Культура нашего региона настолько многообразна, что довольно трудно ограничиться несколькими объектами. Поэтому и объявлено среди жителей края онлайн-голосование. Как оно проходит, расскажет Дмитрий Дробышев. Каждый из нас может выбрать символ года культуры в Алтайском крае. Это можно сделать на официальном сайте региона. Здесь есть 4 раздела. Выдающиеся людям, памятники архитектуры, события и произведения искусства. Новгород представляют музыкант Михаил Апарнев, а в разделе архитектура – Центральная городская библиотека имени Василия Макаровича Шукшина. Так что любой из вас может зайти, проголосовать и сделать свой выбор. Символы, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены на макетах наружной рекламы, которые будут размещены и посвящены году культуры в Алтайском крае. Зимний сельский туризм – это новинка, которую предлагают владельцы гостевых домов. К примеру, в Красногорском районе можно познакомиться с историей и культурой, традициями малочисленных народностей кумандинцев. Горожане получат уникальную возможность узнать на собственном опыте, что такое сельская жизнь и сельский труд. Так семья Бедаревых построила усадьбу. Дом стилизован под старину и ждет любителей зимнего отдыха. Стоит отметить, развитию агротуризма помогла специальная государственная программа. Хозяева этой базы получили поддержку в размере 240 тысяч рублей. Усадьба включена в официальный туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтаи». Хочу отметить, в прошлом году на развитие туризма в регионе направили более 2 миллиардов рублей. По сравнению с 2012 годом инвестиции увеличились на 25,5%. Сейчас в крае работают около 900 турпредприятий. Среди них 186 зеленых домов, 44 санатория и 150 туристических баз. В прошлом году Алтайский край посетили более полутора миллионов туристов. Это на 100 тысяч больше, чем в 2012. И есть реальные перспективы увеличения этого потока. В горах строится принципиально новый курорт Белокуриха-2. Возводится крупный конгресс-холл. Там будут проходить мероприятия федерального и международного уровня. Сейчас разрабатываются десятки новых туристических маршрутов, которые заинтересуют как любителей спокойного отдыха, так и экстремалов. Бийский лыжник Алексей Хвостов представляет Россию на Кубке мира мастеров 2014. Соревнования проходят в Австрии. В старте свободным стилем на дистанции 15 километров бийчанин занял второе место, уступив лишь несколько секунд представители Италии. Всего чемпионата мира среди ветеранов участвуют около тысячи спортсменов из 30 стран. Возраст лыжников от 30 до 89 лет. Россию представляют 208 человек. Сегодня завершился третий день соревнований. Сборная нашей страны завоевала 21 медаль из 69 разыгрываемых. Соревнования продлятся до конца недели. Нашему земляку предстоит еще несколько забегов. На коротких и длинных дистанциях с свободным стилем, а также эстафетом. Напомним, что Алексей Хвостов является неоднократным победителем международных соревнований по лыжным гонкам. Сейчас ему 63 года. Старт будет дан при любой погоде. 2 февраля в Бийске пройдет массовая гонка «Лыжня России-2014». Принять в нее участие приглашают всех желающих. На заявку в отдел спорта можно подать уже сегодня. Всероссийские соревнования «Лыжня России» в Новокограде проходят с 2008 года. Традиционно в этот день на старт выходят как профессиональные спортсмены, так и любители. Дистанции, как всегда, разные. Самым юным участникам предстоит преодолеть 400 метров. Опытных спортсменов ждет «Лыжня» длиною 4 километра. Также состоится гонка с участием в ВИП-персон и спортсменов с ограниченными возможностями. Победители состязаний будут награждать медалями, дипломами и памятными призами. В Новокограде массовая гонка состоится 2 февраля на базе детско-юношеской спортивной школы номер 1 по адресу улица Тургенев, 66. Начало соревнований в 12 часов. Отметим, что в Алтайском крае «Лыжня России» пройдет в 13 муниципалитетах. Знаю, что многие смущают прогноз погоды на предстоящие выходные. Достаточно прохладно. Хочу сказать, что старт мы планируем, ну как бы не могу сказать, что при любой погоде, но мы планируем и планируем именно основательно с тем, чтобы не переносить. Горячий чай из полевой армейской кухни, закуски, сладкие призы, пирожки свежеиспеченные. Все это будет присутствовать. А сейчас у нас традиционный звонок из села. С нами на связи СУЗОП Салтонского района Ирина Волкова. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Что нового у вас интересного? Вообще я живу в селе СУЗОП Салтонского района. В данный момент я нахожусь в городе Биске. Сдаю свою очередную сеть. Я учусь на филологическом факультете. Сегодня мы сдали сложный экзамен. Сдала у нас вся группа. Всем очень довольны. Своим девочкам хочу пожелать так же прекрасно все сдавать. Удачи и всего хорошего. Желаем вам успешного завершения сессии. Спасибо вам за звонок. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А если вам тоже хочется поделиться своими новостями со зрителями общественного телевидения Наукограда, звоните нам в редакцию. Телефон 33 08 95. Возможно уже завтра беседовать мы будем именно с вами. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди по традиции погода от народа. Мы с вами прощаемся. Но не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас так же в интернете и на канале YouTube. Всего вам доброго. До встречи завтра.